После гибели генерала Валерия Осапова в Сирии пока нет ответов на самые важные вопросы, как это произошло и кто может быть виновен. И кто-то уже заявляет об откровенном предательстве, однако здесь следует говорить прежде всего о другом. Об этом накануне ТВ рассказал генерал-полковник президента Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. По командному пункту вряд ли могли нанести боевики. Скорее всего здесь иностранные, возможно, американская разведка зафиксировала точные координаты пункта, выявила средствами, скорее всего, ради технических разведок, именно пребывание на этом командном пункте. И дальше уже боевики, пользуясь этими данными, нанесли точный удар. Так что нужно нам понимать, что американцы воюют, увы, не на нашей стороне. Они ведут свою войну, мы свою войну. Они воюют не с терроризмом, а с нами, с нашим российским влиянием, с российскими попытками. Сохранить арабский мир, обеспечить исландский мир в целом. Расследование идет, итогов пока нет. Есть несколько предположений о том, почему стала возможна сама операция террористов. В причинах могут разбираться специалисты. Где-то что-то не досмотрели. Где-то нарублена была маскировка, в том числе радиомаскировка, наверное. Что-то, что-то здесь упустили, не досмотрели. И, наверное, разведка не смогла все выявить. Это сложно делать в такой ситуации. Мелее исключать, что агентуное проникновение, вреды сирийских вооруженных сил, там такие возможности для этого большие. Если это проводят профессионалы, эту операцию, я полагаю, что это тщательно спланированная операция. Здесь и фактор отслеживания за перемещением генерала. Здесь и время его пребывания на командном пункте. Ну и многие-многие факторы. Поэтому контрасветка должна работать очень внимательно. Здесь социалисты по военной безопасности должны работать, анализировать все. И, конечно, наши разведки. А на что выйдут, сказать сегодня сложно. Этот инцидент, безусловно, отразится на сторонах сирийского конфликта. Я думаю, что отрицательно не скажется на деятельности наших советников и нашей группировки войск там. Наоборот, вот это чувство мести, оно будет присутствовать. Но одновременно придет и чувство осторожности и понимания того, что погоны, какие бы человек ни носил, они не защищают вот этих провокаций, обстрелов и так далее. Так что отрицательно на наших воинов не повлияет. Чтобы пребыв не повторялось, нужно отвечать жестко достаточно. И не только мерами дипломатического конфликта. Здесь мы предъявить ничего не можем, потому что это бездоказательно. Нужно выявлять агентурными техническими средствами причину гибели и дальше просто уже поразговаривать с противной стороной военными средствами. И по террористам, которые нанесли удар, и по их пособникам. В бою ощущали, что за каждого воина они потенцисты тяжелые потери. Да, они где-то сейчас ликуют, что вот они русского генерала уничтожили. Радуются одно очень. Американские партнеры, в кавычках, что нанесли удар по престижу России, по престижу от Министерства обороны, по профессионализму русских офицеров. Но это кратковременная будет радость. Надо под поэты их радость, по их ликовами жестко ударить.